А я перехожу к вебинару, который посвящен теме консолидация. Это один из курсов, который я веду в цикле курсов, посвященных международным стандартам финансовой отчетности. Меня зовут Галин Шайдул, Анатолий Баева, для тех, с кем мы общаемся впервые. И в цикле курсов по МСФО пять курсов, начиная с базового курса, затем два практических, трансформация, консолидация. Отдельно особняком стоит курс, который я сегодня начала. Это подготовка к международной сертификации. Дело в том, что когда вы проходите обучение в нашем центре, вы по каждому курсу получаете сертификат. Сертификат, который знает работодатель, вполне узнаваемый на рынке труда. Но, тем не менее, конечно, ни в какое сравнение он не идет с международным сертификатом, который вы получаете, если сдаете экзамен, который проходит два раза в год. Вот подготовку к этому экзамену я сегодня начала. И после этого курса теперь представляю вам курс консолидация, который является одним из двух практических курсов. После этого курса вы, гарантирую, сможете работать в любом отделе МСФО. Это второй курс после курса трансформации, который является, собственно, завершающим, если говорить в целом о работе по МСФО. В завершающем в плане традиционной процедуры. Анечка, я приветствую. В зале ожиданий я вас допускаю. Традиционные работы, но помимо этого мы с вами еще поговорим о цикле всего и что происходит после консолидации в том числе. Я не буду вам представлять наш центр, он так давно и так успешно работает, что наверняка вы о нем слышали и читали. А мы с вами поговорим прежде всего о значении консолидации в принципе. Что это такое, я тоже долго говорить не буду. Но вот вкратце, быть может, кто-то пока что не сталкивался. Когда мы с вами делаем отчетность по компании, то представляем финансовое положение отдельной компании. Безусловно, это очень важно и полезно, но вы знаете, что сейчас очень редко, чтобы бизнес был представлен одним герлицом. Обычно это как минимум две-три компании. И дело даже не в том, что это оптимизация налогообложения. Это в принципе гибкость всего бизнеса в целом, управление не только денежными потоками, но и в целом такая гибкость всей системы, которая в общем-то позволяет быстро перенастраиваться. Вы понимаете, что в жестких условиях многие специалисты считают, что кризис до сих пор длится с восьмого года. И для этого есть все основания, не говоря даже о той ситуации, в которой мы сейчас с вами находимся. Поэтому, несмотря на безусловную полезность отчетности отдельной компании, которая также называется отдельная или индивидуальная отчетность, конечно, для любого собственника и для любого человека, от которого зависит судьба бизнеса, в том числе и мы с вами, наемные работники, нас, конечно, интересует здоровье и состояние всей группы компаний. А уж для собственника это просто вопрос жизни и благополучия. Поэтому консолидированная отчетность, та отчетность, которая собирает все отдельные отчетности в единую отчетность, когда мы смотрим на группу как на единое юрлицо и отдельные компании представляют обособленные подразделения одной компании, вот такая отчетность, она дает ответ собственнику, собственно, как у него обстоят дела в целом по бизнесу. Возможно, радужная картина по отдельным компаниям и какая-то не очень симпатичная по другим компаниям, не даст ему вот этого четкого ответа, не пора ли ему уже полностью диверсифицировать бизнес или, быть может, какие-то части перепрофилировать, а может быть и закрывать. Поэтому консолидированная отчетность для собственника – это самое дорогое, что есть. И самое главное, я повторяю, что консолидированная отчетность для собственника важна именно как возможность принимать вот эти вот скоростные решения, которые укладываются в знаменитую концепцию быстроты, скорости принятия решений. То, что называется концепция корпоративной гибкости, когда руководство мгновенно реагирует на то, что происходит вокруг, собственно, того бизнеса, который представляет собой их собственность. И здесь предсказать, как вы понимаете, особенно в свете последних событий, очень сложно. Вот на что ожидает. Какие-то сейчас компании в силу пандемии накручивают потрясающие обороты, но здравые люди понимают, чем это чревато в будущем. И вот с учетом того, что консолидированная отчетность во всем мире делается под ним правилом, что это правило, которое существует уже лет 200 и оправдали себя, а собственник понимает то, что его ждет в будущем. В отличие от нашей российской отчетности, которая совершенно не информативна, это, как вы понимаете, наши расчетные прибыли и прочие НДСы и методы учета активов, самых дорогих, прежде всего, конечно, основных, с учетом нашего любимого линейного метода, они не представляют нам достоверной информации. Вот отчетность по МСФО, особенно консолидированная, единая отчетность по группе, она позволяет очень быстро реагировать на подобные ситуации, которые сложились сейчас у нас, на сегодняшний день. И это дорогого стоит, ибо МСФО отчетность, она всегда прогнозная. Это достигается такими известными методами, как создание там, где можно и не можно, резервы всяких под будущие расходы и прочими другими вещами, которые позволяют МСФО делать. Конечно, классическая консолидированная отчетность, она подразумевает, безусловно, то, что мы делаем эту отчетность на основе отдельных отчетностей МСФО, отчетностей отдельных компаний. Но консолидация, поскольку вот эта вот консолидация, как сам процесс, как бы она ни называлась, сводная, комбинированная, неважно, она единая по правилам. Все, что делается у нас в виде управленческой отчетности, а консолидированная отчетность у нас чаще всего формируется, как МСФО, консолидированная отчетность и подается официально в виде консолидации отдельных МСФО отчетностей. В качестве практического инструмента это все-таки в большей степени элемент управленческой отчетности. И поэтому все, что в компаниях происходит, а вы знаете, что сейчас неизмеримо высока цена именно управленческой отчетности, по которой мы ориентируемся все, что происходит на самом деле. Официальная отчетность, даже МСФО отчетность, она все-таки делается с учетом каких-то целей. Не кривя душой, можно говорить, что в ЦБ несут, ну так, вариант, скажем, что отдельная МСФО отчетность, а что консолидированный. Все-таки он из серии минимума, который мы должны выполнить по обязательной программе. Зато для себя, для пользователей, а это собственники бизнеса, это генералитет, то есть совет директоров, это потенциальные будущие инвесторы. Конечно, мы стараемся сделать отчетность более информативной. И если говорить, вот переходить уже, что называется, от глобального такого значения, в целом консолидации. Еще раз подчеркиваю, только на основании консолидированной отчетности мы можем понимать, что происходит в целом по группе компаний. Любой самый маленький холдинг, представленный отдельными отчетностями, он не даст нам общей картины. И только умея консолидировать, можно понять, что происходит в бизнесе в целом. Если говорить конкретно, в приложении, что называется, каждому из финансистов, из наших коллег, нам лично, то без навыков консолидации вы не сделаете достоверную управленку. Как раз по тем причинам, которые я уже озвучила. То есть, для того, чтобы правильно сделать управленческую отчетность, конечно же, надо ее делать по тем правилам, которые я излагаю на этом курсе. Кстати, саму консолидацию, саму основу я даю сразу на базовом курсе МСФО. С учетом вот именно важности для каждого из того, кто приходит к нам в центр, исходя из того, что мало ли что произойдет в жизни, потом вдруг не получится дальше продолжать. Поэтому самые основы вот этого умения, по сути, ремесла я даю на базе. Но это никаким образом не повлияет на то, что вы придете на саму консолидацию. Если вас не интересуют, в чем я очень сомневаюсь, в целом международные стандарты, ну мало ли. Если вы придете отдельно на курс консолидации, это, в общем, тоже будет вполне, думаю, понятно. По самой технологии, ибо она не меняется уже более ста лет. Ну, во всяком случае, долгие годы правила консолидации едины. И если говорить, еще подключаю, если говорить о том, все-таки, что без МСФО сейчас даже не берут на русскую должность, то есть даже исходя из карьерных соображений, вы МСФО должны знать, то, конечно, даже разговора нет, что все, что касается МСФО, подразумевает знание, умение консолидировать отчетности отдельных компаний. Даже главный документ, который регулирует применение МСФО в России, называется «О консолидированной отчетности». Я имею 208 ФСЗ 2010 года, который регулирует применение МСФО в России. Там сказано, какие компании с какого года должны формировать МСФО отчетность. В принципе, в этом законе сказано, что все российские компании должны делать МСФО отчетность. Просто очередность обязательности для разных компаний разная. Какие-то компании, такие как банки, допустим, компании, которые торгуют своими ценными бумагами, прежде всего акциями на рынке, они уже делают МСФО отчетность с 2012 года. Какие-то подключились с 2015 года и так далее. Но в целом, безусловно, МСФО отчетность в конце становится обязанностью компаний либо по тому, как они выходят на международные рынки, либо по желанию компании. Я как раз на курсе консолидации рассказываю, зачем нужна консолидированная отчетность компании, которая не торгует своими ценными бумагами, которая не акционируется, у которой обычный уставный капитал и тем не менее консолидированная отчетность в таких компаниях нужна для того, чтобы получить хорошие кредиты. Сейчас уже нет проблемы получить сам кредит. Банки надоедают так же, как и нам с вами. А вот эти вот мальчики-девочки, которые назойливо предлагают различные кредиты, точно так же и компаниям настойчиво предлагают кредитоваться. Но проблемой остается взять хороший кредит. То есть с хорошими сроками погашения, с хорошей ставкой процента по кредитованию. Это все в силе. Поэтому для того, чтобы вот этот хороший кредит получить, а для крупнейших холдингов типа Альфа Групп для них важно получить огромные кредиты. Как вы знаете, такие компании обычно получают так называемые синдицированные кредиты. То есть когда у одного банка не хватает ресурсов, и несколько банков объединяются, чтобы выдать такой структуре синдицированный кредит. Вот чтобы обосновать выдачу такого кредитования, хорошего, надо представить соответствующую отчетность. Вы знаете, что банки, даже если там ближайший родственник управляющий, он не может вам выдать кредит, если вы не удовлетворяете критериям кредитования. И когда мы с вами в качестве управленческой отчетности в банк несем вот эту консолидированную отчетность, не отчетность отдельной компании, а в целом картину по бизнесу, конечно, активы, как правило, выглядят гораздо солиднее, а выручка, безусловно, такая вот как бы консолидированная, совсем другое дело. Поэтому и у банка появляется вполне законное основание выдать нам хороший кредит, не опасаясь, что при ближайшем мониторинге их лишат лицензии. Поэтому формирование МСФО отчетности для компании просто насущная необходимость. И именно этим обусловлено, что когда вы хотите поменять работу, двигаясь по карьерной лестнице, то, безусловно, от вас потребуют знания и консолидации. Очень популярны вопросы при тестировании, при приеме на работу, вопросы касательно консолидации. Именно потому, что все дорожат временем. А когда дело касается тестирования по поводу консолидации, то буквально пару вопросов можно задать и понять уровень человека по знаниям как из стандартов, так и, собственно, правил консолидации. Поэтому обожают те, кто решает судьбу нового работника, вопросы именно по консолидации за конкретику и быстроту, и самое главное, безоговорочность в итоге, так сказать, приговора окончательного. Ну и не последняя причина, конечно, то, что без консолидации, без знаний, как это делать, вы не получите ни одну международную сертификацию. Не говоря о том, что уже сейчас многие слушатели ко мне приходят, допустим, начиная с базового курса, заканчивая весь цикл либо управленческим учетом по МСФО, либо подготовкой к Депифру, а целью объявляют сразу, что у них по жизненным обстоятельствам они переезжают в другую страну, или, допустим, они получили предложение поучаствовать дистанционно в каком-то проекте, и им нужна сертификация международная для того, чтобы работодатель их готов взять на работу, но он не имеет права без соответствующего, ну, считайте, аналога диплома. То есть сертификация вот эта международная, она дает вам право устроиться на приличную работу по специальности практически по всему миру. Вы знаете, что хотя у нас, в принципе, изучается на базовом курсе континентальная система со штаб-квартирой в Лондоне, тем не менее умения и знания, процедуры трансформации, консолидации, базирующиеся именно на континентальных стандартах отчетности, они работают в каждой стране, ибо самые знаменитые рынки – это европейские наряду с американскими, а для того, чтобы торговать на европейских рынках своими акциями, компания обязательно должна представить МСФУ-отчетность. Так что, несмотря на то, что компания может находиться в Азии, в Латинской Америке, если она торгует в Европе, она должна представить отчетность по МСФУ именно в тех стандартах, которые мы изучаем. Поэтому это инструмент, который может неожиданно пригодиться при любом повороте жизни. И чтобы сэкономить время, а в некоторых случаях это единственный вариант каким-то образом не прозябать в другой стране. Вы знаете, например, что Англия не признает теперь российские дипломы, но если у вас на руках тот же дипифор, вы имеете право устроиться в любую бухгалтерию, вам достаточно сдать только языковый сертификат. Поэтому лично для вас это карьерный рост, это возможность участвовать дистанционно или не страдать там первые два года, если вас судьба закинет в другую страну. И, безусловно, это то, что необходимо, чтобы работать сейчас практически в любой финансовой службе любой компании. То есть вот там, где требуется знание МСФУ, а это есть в каждой вакансии, которую вы читаете, само собой подразумевается, что вы умеете консолидировать. И поэтому в ходе курса я считаю, что не менее важным навыком, кроме, собственно, самого процесса консолидации, является тема, которую я, в принципе, даю в самом конце, когда говорю о структурных изменениях. То есть вот в силу как раз того, что сейчас происходит, многие компании продают свои какие-то, я имею в виду группа компаний, продают своих дочек, ассоциированные компании, доли, владения и так далее. Вот такие вещи мы тоже с вами на этом курсе изучаем. Ну, о них чуть подробнее. Теперь ближе, собственно, к структуре самого курса я расскажу, что на самом курсе происходит. Безусловно, основная тема – как консолидировать. как консолидировать. И я даю технологию, причем консолидация не зависит от того, чем занимаются отдельные компании в группе. Эта процедура, в отличие от первого шага трансформации, которая все-таки здорово зависит от того, сколько операций, какого рода операции происходят в компании. Консолидация, объединение уже готовых отдельных отчетностей, ей вообще, что называется, все равно, чем занимается каждая из компаний. То есть сама специфика бизнеса на консолидацию не влияет. Именно поэтому я и говорю о том, что правила уже существуют, десятилетия, они не меняются. Меняются подходы. С 13-го года сама идеология консолидации претерпела существенные изменения. Я бы сказала, она стала глубже, она стала аналитичнее и интереснее. Для тех, кто помимо самих навыков еще и может сделать отчетность, так скажем, наряднее. Я говорю о креативности. Эти вот сотрудники, которые способны покреативничать в плане отчетности, то есть сделать отчетность с какой-то еще стратегической целью, которую вам озвучат собственники непременно. Эти сотрудники очень дорого стоят. Очень дорого на рынке стоят. Это помимо профессионализма, помимо знаний, это еще люди, которые обладают способностью гибко использовать возможности МСФО для того, чтобы сделать красивую картину, представить наилучшим образом, допустим, финансовое положение группы компаний для потенциальных инвесторов. Как вариант. На курсе мы с вами обсудим такую проблему, которая касается непосредственно российских реалий. Дело в том, что в России нет юридического понятия группа компаний. Консолидация базируется на отношениях главного инвестора, который очень часто по отношению к дочерним компаниям называется материнской компанией. И технологически консолидация это своего рода как бы собирание вот этих компаний, купленных главным инвестором, которые покупают в одной компании 30% акций, в другой 50%, 60%, 70% разные совершенно доли владения. И таким образом вокруг вот этого, вот этой основы, которую мы называем главный инвестор, собираются все компании, в которых инвестор покупает соответствующие доли. Поэтому, когда мы с вами делаем консолидацию, то показатели вот этого главного инвестора, они составляют основу в итоге консолидированной отчетности по группе. Как я сказала, когда мы делаем консолидированную отчетность, мы смотрим на группу компаний, как будто это одна единственная компания. Сколько бы ни было компаний, и вот, допустим, в Евразии 700 компаний, когда мы делаем отдельную МСФО отчетность или отдельная отчетность по русскому учету, у нас получается 700 комплектов, да? В каждый комплект там входит баланс, отчеты о финансовых результатах, отчеты о движении денег, отчеты о изменении капитала, учетная политика, пояснительная записка. Вот когда мы делаем консолидированную отчетность по группе, то 700 вот этих комплектов объединяются в один единственный комплект, один баланс, один ОСД и так далее. Сколько бы компаний в группе не было, консолидированная отчетность – это единая отчетность, как будто это одно юрлицо. Так вот, в этой консолидированной отчетности показатели все собираются вокруг показателей вот этого главного инвестора. А поскольку в России нет понимания вот этого юридического понятия группа компаний, то и нет вот этой основы. И за счет вот этой вот неувязки юридической у нас нет возможности говорить о том, что у нас отчетность групп компаний российских консолидирована. Вместо этого мы говорим, что это комбинированная и консолидированная отчетность. Вот об этом, об этих тонкостях, как выходить из этой ситуации, я и рассказываю. Я вам расскажу о том, что это, в общем-то, для нас не проблема. И отчетность по группе российской вполне себя уютно чувствует даже среди тех стран, в которых есть такое понятие, и у них жизнь немножечко полегче, чем у нас. Тем не менее, мы этот порог преодолеваем. Там не так много получается усилий, и о них я рассказываю. Также по курсу, конечно, мы обсуждаем массу каких-то более таких, ну что ли, мелких проблем, связанных с особенностями российского учета. И, допустим, я рассказываю о том, что показатель, который вы видите и в российской отчетности, очень часто вот эта отчетность псевдо-консолидированная, которую каждая компания варяет на свой лад, очень часто в разнобой, называется сводный у нас, да? И там вы тоже встречаете такое понятие, которое называется Goodwill. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Goodwill классически – это разница между тем, что мы заплатили, и тем, что мы купили, покупая какую-то компанию или долю в ней. Это я говорю очень схематично, с учетом того, что все-таки мы с вами беседуем свободно. Я вам представляю курс консолидация и просто рассказываю вам, чтобы вы понимали, что вас ждет на курсе. Разумеется, когда мы с вами обсуждаем уже на курсе, то понятно, что там и определение построже, и, разумеется, терминология специальная, но суть остается такой же. Я вам просто рассказываю, что ни в коем случае нельзя пользоваться вот этим показателем. Из российской отчетности рассказываю, почему. Почему этот показатель совершенно не соответствует реализму. Если говорить коротко, то рассчитывая по-русски этот показатель, мы с вами базируемся на номинальной стоимости акции. А как вы понимаете, стоимость акции на рынке всегда отличается от номинала. Она не может совпадать с тем, что подразумевается как стоимость акции, а как с дольки акционерного капитала. То есть, если у меня акция объявлена, ее стоимость по номиналу доллар, то в результате жизненных катаклизмов всегда либо она меньше, если у компании дела плохие, допустим, 90 центов или 90 рублей, либо если в компании все хорошо, то она, безусловно, дороже. Допустим, если у нее номинал рубль, то она стоит 2-3 рубля и так далее. И поэтому российский показатель, который оперирует вот этим, как бы сказать, формальным рублем, он неэффективен. А беда в том, что все, что регламентирует вот эту сводную отчетность по РСБУ, оно регламентируется документом урожая 96-го года. Вы понимаете, что за эти почти 20 лет не то что учет, сама вся экономика изменилась и все это, конечно, безнадежно устарело. На курсе мы с вами также знакомимся с методами покупки компаний. Когда мы говорим о группе компаний и о долях владения главного инвестора, то, безусловно, очень важно ху-ис-ху в этой группе. Потому что то, каким образом мы консолидируем дочернюю компанию и каким образом мы консолидируем ассоциированную компанию, конечно, по методам совершенно отличаются. Кардинально. Поэтому так важно определиться, каким образом куплена компания. Даже если это дочерние компании, они могут куплены быть по-разному. И поэтому это здорово влияет на то, как это будет выглядеть в консолидированной отчетности. Способ приобретения. Платили ли мы сразу одной суммой или платили в рассрочку? Как мы покупали? Только за деньги. Или, быть может, мы какую-то часть заплатили деньгами, а какую-то часть поменяли акции на акции. Как поменяли? Один к одному? Или, может быть, за две дочерние акции мы отдали одну свою? И так далее. Вот эти все способы приобретения мы тоже с вами анализируем на курсе и смотрим, как это влияет на консолидированную отчетность. То есть берем какую-то ситуацию, меняем условия покупки, смотрим, что аукается при консолидации. кроме этого на курсе мы с вами еще научимся рассчитывать, когда идет сложное владение внутри группы. Ведь не обязательно, чтобы вот этот главный инвестор купил доли приобретаемых компаниях и на этом все остановилось. Возможно, перекрестное владение и в составе группы две дочки имели акции друг у друга, например, в каких-то долях. Или, допустим, та компания, которая для нас дочерняя, она в свою очередь является материнской для какой-то другой компании. То есть мы уже вроде как бабушка, а та компания, которая для нас дочка, она мама для другой компании. Вот надо рассчитать, допустим, по каждой компании долю владения. Если такая сложная схема, то если рассчитывать, сколько группа в этой компании имеет долей в акционерном капитале, надо учитывать еще и те доли, которыми владеют наши дочки. То есть я уже не напрямую, а тупо считая тот процент акций, который я купила в этой компании, я еще и учитываю, сколько я главный инвестор, владею в тех дочках, которые в свою очередь тоже купили акции в этой компании. Понятно говорю? Кроме этого, я уже сказала об этом, что мы с вами на этом курсе, это самый, так сказать, верхний уровень, когда мы с вами смотрим, смотрим, что происходит, когда компания меняет свою структуру. Потому что, если, допустим, мы купили часть акций, а потом имеем цель все-таки купить эту компанию целиком, то мы частями, насколько нам позволяют наши заработки, покупаем эту компанию. Сначала это у нас финансовый актив, то есть мы купили какую-то часть акций и ждем, когда заработаем денег, чтобы купить следующую парцию акций. И так потихонечку мы сначала финактив превращаем в ассоциированную компанию, потом ассоциированная компания превращается в дочернюю компанию. И вот эти вот все динамические вещи, которые меняют структуру и отношения, а соответственно и вид консолидированной отчетности, это тоже мы разбираем на этом курсе. Если говорить о том, как этот курс вообще себя чувствует в цепочке курсов, которые я читаю, я читаю пять курсов, то вы видите, что этот курс как бы находится в центре. На самом деле это с точки зрения практики это самый верх нашей профессии. Недаром я назвала вот это представление этого курса для вас. Я назвала, что это верх, топ, уровень профессиональных. Действительно так и есть. Это самое дорогое, что есть для собственника и в то же время это то, что является верхом нашей профессиональной оснащенности. Ибо в итоге все, что касается вот этих вот этапов, ну базовый курс вы понимаете. базовый курс это знакомство с правилами, с правилами составления МСФО отчетности. Трансформация, как я сказала, это когда мы делаем перекладку русской отчетности уже формат МСФО для каждой компании группы. А консолидация, мы собираем вот эти отдельные отчетности в единую отчетность. И вот эти этапы, они как важны для той отчетности, которую мы несем в ЦБ, так потом, когда мы делаем вот эту самую достоверную отчетность управленческую, от которой, в общем-то, зависит не только судьба собственника, но и наша с вами, потому что если компания накроется, то, соответственно, нам надо будет искать другую работу и другого работодателя. И если у нас прекрасное сотрудничество, разумеется, это очень нежелательный исход, поэтому мы с вами обслуживающий персонал, но самый главный, тот, который дает диагноз, который, в общем-то, показывает, что у нас ждет ближайшее будущее. Поэтому еще раз повторяю, что консолидация это как и официальная отчетность, так и управленческая. Поэтому она ваукается в такой краткий завершающий курс управленческий учет на основе МСФО, где вот все, что касается первых трех ступеней, это официоз. Когда мы спускаемся в управленческую, мы делаем, продолжаем как бы и трансформацию, и консолидацию, прежде всего трансформацию, поэтому для управленческого учета важна трансформация этот курс. Мы продолжаем трансформацию и делаем совсем достоверную отчетность со всеми правдивыми цифрами для себя и ее уже потом консолидируем. Ну и для подготовки к любой сертификации этот курс очень полезный, потому что я делаю вот что. На этот курс всего два занятия, если говорить о восьмичасовых занятиях, либо две субботы, либо два воскресенья, либо вечерний формат, когда мы встречаемся с вами четыре раза, с половины седьмого до половины десятого, мы работаем четыре вечера. То есть он небольшой в общем-то по продолжительности, но очень насыщенный. И я второе занятие в силу того, что сама технология ничего сложного из себя не представляет. Это Excel-таблица с самыми примитивными операциями сложения, вычитания, суммирования, построчные, вот и все. Но ссылки, вот эта залинкованность, то есть все, что мы делаем из шага к шагу по консолидации, мы все это завязываем в ссылке на предыдущие, на предыдущую закладку Excel, то есть все это достаточно легко вами, слушателями, как правило, воспринимается, и на это у меня уходит первое занятие. Не все, конечно, даже я бы сказала, сама технология занимает буквально где-то час. с примерами самыми примитивными сначала, потом посложнее. Но второе занятие я, как правило, использую не только для того, чтобы показать вам более сложные варианты, которые возникают при консолидации, но я тут преследую сразу две цели. С одной стороны, я показываю саму консолидацию как технологический процесс с тем инструментом, который я работаю, с консульционной моделью. она не сложная, она небольшая. Здесь по сравнению с трансформацией больше умственной работы, поэтому сама, вот сам объем вот самих как бы действий не так велик. Но тем не менее, это универсальный механизм, а вы потом можете взять этот инструмент, убрать мои учебные цифры и консолидировать свои реальные компании, сколько бы у вас в группе не было. поэтому этот инструмент защищен юридически, он не принадлежит ни одной компании, можете ими пользоваться, этими табличками, годами. Так вот, на втором занятии я не только практически как бы показываю все это дело, но я еще делаю это на тех примерах, которые предлагает нам экзаменатор на международной сертификации. Как правило, он предлагает более сложные варианты, чем те, которые на самом деле есть в реальной жизни. Но мы сразу с вами преследуем две цели. Мы как бы готовимся к международной сертификации, потому что задача на консолидацию является самой плодовитой, что ли, из всех заданий, которые даются на экзаменах на международную сертификацию. То есть они приносят самое большое количество баллов. Обычно это первая задача с самым большим количеством баллов, и она заключается в том, что вам дают три компании, вы должны сделать консолидированную отчетность, либо это консолидация трех балансов, либо консолидация трех отчетов о совокупном доходе. То, что мы в русском учете называем отчеты финансовых результатов. и собственно после того, как мы завершаем этот курс, вы уже готовы к практике и уже представляете себе по сути самую трудоемкую часть всего, что вас ждет на международной сертификации. И в заключение я хотела бы подчеркнуть вот что. Навыки консолидации, сама консолидация это универсальный навык, который не зависит от системы учета. А собрать вот эту единую картину бизнеса важно для любого учета. Российского, когда мы работаем с нашими стандартами пока что еще по сути ФБУ, да, хоть их называют федеральные стандарты учета, на самом деле еще пока что в 21 году пройдет только первый полноценный стандарт, который будет узнаваем во всем мире, а пока нашу отчетность читаем только мы. Так что когда нам грозят отключить интернет, нам не страшно, мы финансисты в условиях Рунета работаем долгие годы. А еще раз возвращаюсь к тому, что вот эти правила консолидации, они справедливы для любого учета. Немцы тоже не перешли на международные стандарты, у них параллельно делается отчетность в их немецких стандартах и стандартах МСФО. Они консолидируют свою вот эту национальную отчетность тоже по этим правилам. Делать сводную отчетность российскую надо тоже по этим правилам, которые в общем-то видите в составе циклов по МСФО на самом деле эти правила еще раз повторяю годятся для любой системы учета. РСБУ НСФО немецкая венгерская любой системы вот эти правила по которым мы работаем и консолидируем и составляем единую отчетность они универсальны во всем мире в любой стране. Благодарю вас за внимание приходите буду рада вас видеть на всех курсах по НСФО если вы посчитаете что вам полезно уметь делать вот эту сводную комбинированную консолидированную отчетность жду вас на курсе консолидации. Вопросы? Всего доброго успехов здоровья если вы по каким-то причинам не сможете а сейчас тем более в условиях того что происходит даже рекомендую вам в принципе этот курс можно слушать дистанционно как и все курсы по НСФО как и все курсы нашего центра вы можете слушать у себя дома по вебинарам вы ни в чем не будете ущемлены материалы все разумеется вам будут предоставлены все дополнительные материалы все что я демонстрирую на курсах я предоставляю вебинаровцев без ущемления те кто у меня вот учился Виктория допустим ему они могут подтвердить что не Аня Рудничек а все могут подтвердить что вебинаровцы получают все абсолютно материалы которые я демонстрирую на которые я опираюсь в ходе изложения курсы всего доброго приходите буду рада с вами поработать до свидания пожалуйста всегда в вашем распоряжении всего доброго здоровья пожалуйста до встречи очень хорошо да 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 до встречи Продолжение следует...